Этот вид спорта появился во Франции в середине 19 века. Правда, бельгийцы и итальянцы это оспаривают, утверждая, что зародился он именно в их странах. Речь идет о конкуре – самом зрелищном и захватывающем конном состязании. Его даже включили в программу Олимпийских игр. Но для того, чтобы увидеть настоящий конкур, не обязательно ехать в далекие страны. На базе детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» вот уже несколько лет подряд проводятся открытые первенства по конкуру «Золотая подкова». Подробности в следующем материале выпуска. Открытое первенство по конкуру «Золотая подкова» – это хорошо известные и пользующиеся большой популярностью соревнования. В них принимают участие лучшие наездники со всего края. Приехали в Славянск на Кубани на соревнования выступить, показать себя, показать своих лошадок. База отличная, очень хороший грунт. Всегда сюда нравится ездить. К месту соревнований лошадей перевозят вот в таких специальных фургонах. Для того, чтобы они не поранились, на ноги им одевают специальную защиту – ногавки. Марина Нечапуренко со своим четырехногим напарником приехала из станицы Старо-Нижестеблиевской. Дорогу, несмотря на непростой характер коня, перенесли неплохо. И теперь настроены только на победу. «Мы приехали выступать сюда. Настроилась я на победу. Думаю, что выиграю сегодня. Моего коня зовут Лизгин. Мы вместе с ним где-то полгода уже. Иногда бывает так, что не сходимся характерами. В принципе, он хороший, добрый». В третьем этапе первенства по конкуру «Золотая подкова» за победу приехали побороться 53 спортивные пары из семи муниципальных образований – Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Красноармейского, Тимошевского, Калининского, Денского районов. Участников соревнований поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. «Мне приятно, что в Славянском районе любят спорт. Спортом занимается порядка 47% наших жителей, граждан. Приятно, что в школе нашей тренируется порядка 150 детей. Есть определенные результаты, есть награды. И вот то соревнование, которое будет сегодня, я уверен, что, конечно же, победит сильнейший. И все наши жители, все наши зрители получат массу впечатлений и удовольствий». Конкур по-другому еще называют барьерные скачки. Суть этих конных состязаний состоит в том, что лошадь вместе с ездоком за максимально короткое время преодолевает определенное количество препятствий и барьеров, расположенных по полю. Причем сделать это надо не только быстро, но и качественно. То есть не задеть ни один из них. Участникам славянского первенства необходимо было преодолеть 10 препятствий, совершив 11 прыжков. Высота барьеров от 90 до 120 сантиметров в зависимости от класса выступающего спортсмена. За любое касание препятствия или неповиновение лошади начисляются штрафные баллы. Максимальное время, отведенное для прохождения дистанции – 90 секунд. По итогам соревнования лучший результат в 51,13 продемонстрировал наездник из Краснодара Виген Констандян на лошади по кличке Портленд. Он завоевал золото в конкуре с высотой препятствий 120 сантиметров. Славянский район представляли 9 спортсменов. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» Вероника Иванова на лошади по кличке Герцогиня заняла второе место в классе дети с высотой препятствий 100 сантиметров. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.